Нац-вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Как всегда, со мной Армен Гаспарян. Марат Сафаров. У нас как автор и соведущий этой программы. Добрый день, коллеги. Можно увереннее. Добрый. Страстно, вообще ничего не произошло пока. Ну что ж, в первом часе нашего сегодняшнего двухчасового эфира мы поговорим о, на мой взгляд, очень любопытную тему. Дело в том, что очень часто приходится слышать, читать о каких-то национальных особенностях, национальных, может, обрядах даже, которые несут негативную коннотацию такую в себе. Что называется, из жидки прошлого. На самом деле, я вот подумал, опять столкнувшись с упоминанием, я подумал, а почему мы не говорим о каких-то народных традициях, каком-то понимании жизни, своеобразном, но при этом очень полезном, в человеческом смысле. Почему мы об этом так мало говорим? Подумал я и решил посвятить этому программу. Решил перестать стесняться, наконец-то. Не, ну действительно, ну а почему? Ну действительно, очень много традиций, которые многие будут приветствовать вне зависимости от своей национальности. Ну, например, почтительное отношение к старшим, как это у многих, кстати, народов. Ведь принято говорить только о кавказских народах, но ничего подобного. Ну что, разве в России это не было? Разве в России это не было принято? Разве у других народов? Просто в силу колорита, яркости, каких-то вот таких особенностей, ну можно сказать, красочных, да, наших северо-кавказских народов, их обычаи, они на поверхности лежат, романтические какие-то сюжеты, плюс наша литература постаралась. Кинематограф активно сыграл на этом. Поэтому представляется, что эти обряды и обычаи характерны, и вообще вот эта вот такая традиция и этикет характерны только для этого региона, безусловно, нет. Вот, допустим, при подготовке программы я прочитал и вдруг вспомнил, что это общеизвестное место. Это традиция так называемых помощи, это, ну такая соседская взаимопомощь, в чем-то здесь выражается, конечно, традиция и соседской общины, крестьянской общины, в русских губерниях, когда погорельцам, сиротам, да и просто людям, которые хотят обзавестись новым домом, отремонтировать его, покрыть крышу, построить баню. Всем, что называется, селом люди помогали, и безвозмездно, конечно же, и в следующий какой-то период, когда к другим соседям приходила беда, или не только беда, но и какие-то вот такие моменты, связанные с хозяйственными потребностями, люди сообща помогали друг другу, и в русских губерниях, допустим, в Смоленской губернии, это характеризовалось в заготовке льна совместной, допустим, хороший такой пример. Или даже в более веселом занятии в заготовке квашеной капусты на зиму, когда целым селом и помогали пожилым людям, например, оставшимся без родных, без детей. Ну, понятно, что из этого какой-то сюжет такой яркий, красочный, вряд ли можно изобрести, поэтому и, в общем, это как-то малоизвестно. При этом большое количество европейских наших губерний вот так и жили. И не только они, в Поволжье, допустим, такой же аналогичный пример, это такие же взаимопомощи крестьянские при обработке гусей. Мне очень понравился такой обычай у многих групп татар и башкир, когда позднюю осенью гусей заготавливали, то их общипывали и, собственно, промывали под ключевой родниковой водой. Сообща, девушки, и там, конечно, есть какие-то в этом уже и брачные там нотки, потому что юноши подглядывали, конечно, за этим общипыванием. Но вот такие традиции, они, кстати, сохранились. Ну, понятно, что они больше сохраняются у народов, которые более архаичную культуру еще до сих пор не отринули, она у них сохраняется. Понятно, что, допустим, в тех же губерниях, о которых мы говорили, в силу того, что сельское население на протяжении XX века так резко сокращалось, коллективизация, конечно, со своей такой стандартизацией жизни сыграла роль. Конечно, это уходит, и поэтому остается вот кавказская традиция яркая, красочная, которую все знают. Хотя, безусловно, таких примеров массу можно найти везде, и где-то какие-то отдельные элементы этого есть. Ну, есть какие-то народные традиции, которые действительно, есть объединяющие, да, такие читания там к старшим, понятно, что практически у всех народов, которые... Ну, нет такого народа, который не почитал бы старшим. Который не почитал бы, да. Здесь пример как раз того, как просто где-то более ярко, может быть, сохранилось это. Понятно, что в городской культуре это теряется, к сожалению, во многих больших мегаполисах. То, что мы видим сейчас, я дружу, делаю там, что в моих силах, с фондом, который занимается пожилыми людьми, которые оказываются в не очень хорошей ситуации, старость в радость. И там удивительная вещь, ведь не только материально важно, да, там те же поздравления с Новым годом, которые вот организованно, просто показывают ролики детям в школе, показали, показали стариков, как они живут, чем они живут. И потом сказали, если кто-то хочет поздравить их, да, вы можете прямо выбрать лично, да, там, имя, отчество, фамилия человека и поздравить от себя с Новым годом. Никто никого не заставлял. Удивительно, даже такие, знаешь, признанные хулиганы, да, там, это девятый класс, знаете, какие это ребята в этом возрасте, ни один не отказался. Все написали, настолько произвело это впечатление. С этим надо работать, конечно, а то, что это в нашей традиции, традиции всех народов, я всё время говорю, практически, да, всех, естественно, народов, которые проживают на территории нашей, это... Просто где-то это вот как-то на поверхности лежит, какие-то такие вот моменты, они даже не требуют объяснения. И когда человек оказывается в мегаполисе, он сталкивается с тем, что в нём не приняты эти обычаи, они как-то унифицировались. Я помню такой комический немножко, ну, он трагикомический, конечно, пример, рассказывал мне женщина из Дербента. Ну, если я не ошибаюсь, по национальности она лесгинка, но это не имеет никакого значения. Но она работала в Москве, и её сын маленький, ещё, по-моему, лет 7-8, вот он приехал к маме в Москву, и они едут в метро. И, собственно говоря, стоит женщина средних лет и молодой человек, москвич или там, ну, неважно, кто сидит. Мальчик к нему наклоняется и спрашивает у него, ну, в общем, для эфира это не очень приличный его вопрос, но смысл в том, не болен ли он, в общем, причём такими специфическими заболеваниями. Он так как-то отринул, как-то, в общем, опешил от этого вопроса. Потому что у мальчика, ну, вот глаз божий, что называется, глаз ребёнка, да, у него вот для Дербента, для этой традиции дагестанской, кавказской, вот это не свойственно. Вот он бы, скажем так, ну, это был бы только инвалид или человек, который сам требует какой-то помощи, он мог сидеть при женщине. Наверное, вот такая обострённость, да, она свойственна именно этим культурам, потому что в мегаполисе всё это перемешивается. Ну, совершенно очевидно, что дедушки или бабушки этого молодого человека из каких-то наших центральных губерний, пришедшие в Москву, к примеру, да, так гипотетически представить, они бы тоже так не смогли сделать, они бы тоже исповедовали вот именно эту традицию. Я, кстати, не стал бы говорить о том, что это, условно, традиция только мегаполиса. Мне кажется, что вот это во многом отголосок разрушенной системы такого вот воспитания в обществе, которое мы видели в 90-х годах. Потому что раньше ведь это было. Раньше не нужно было делать кому-то замечание, ну, я прекрасно помню 80-е годы, да, когда все нормальные люди уступали место. В 90-х годах, когда было разрушено абсолютно всё, от системы образования до даже элементарной какой-то социальной рекламы, многие уже забыли. Я никогда не мог понять, кому помешали плакаты, которые у нас в булочных висели в Москве, в частности, на чистых прудах, да, что береги каравай, но они в одночасье исчезли. Исчезли, это правда. То есть вот кому это мешало, да, ведь вот посредством подобного рода плакатов и воспитывалось поколение, да, и эти все слова, в общем, они хотя и были заезженными, но они у всех были на устах. Ну, тоже отношение к хлебу, ведь это тоже традиционное, абсолютно, и тоже присущее всем народам. Даже кочевым народам, к которым хлеб пришёл тоже. Абсолютно. Там говорят, что, ну, тоже вот говорили, вот на Кавказе. Кто-то мне говорил, на Кавказе отношение к хлебу. Я говорю, вы о чём говорите? А в России оно что, другое принципиально? Или там в Средней Азии, условно? Да, люди, а в том же Ленинграде, да, по блокадному, люди, которые прошли вот этот голод, этот страх. Или вот то, что моя мама рассказывала в Белоруссии после там трёх лет оккупации и там голодных, невероятно страшных 46-го и 47-го года. Ну, в Питере до сих пор есть же вот у коренных петербуржцев поговорка, что в нашем городе продукты не выкидывают. Казалось бы, да, сколько лет прошло, а это вот такая очень сильная зарубка национальной памяти. Поэтому, когда говоришь о том, что у нас какое-то вот несколько, может быть, пренебрежительное отношение к чему-то, но это странно. Это такое округление, абсолютно непонятно ради чего делается. Почему вот, например, питерский пример, да, никогда он не обсуждается в широкой общественности. Вернулись ровно с того, с чего ты начал, потому что мы этого сами стесняемся. Хотя, казалось бы, да, вот смотри, в Англии вот эти вечные железные оградки, вот в Лондоне, на многих спилены верхушки. Я никак не мог понять, почему. Оказывается, когда вот во время там 40-го года блокада, не хватало металла, спиливали, почему потом не восстановили? Ведь, казалось бы, да, деньги были, оставили как память. И англичане этим чрезвычайно гордятся. У них этот факт, ну, уже даже в путеводителях есть. Но ты попробуй расскажи кому-нибудь про Питер. Ну как, это такой великодержавный швинизм. Сразу тебя обвинят, что вот ты раздуваешь, а боль, хотя какая теперь, там, спустя 70 лет, да, это часть национальной традиции. Это, может, кому-то, конечно, не нравится, но это так. Да, соглашусь. Я, кстати, призвал бы наших слушателей написать нам на СМС-портал, о каких традициях, да, вот, в вашем народе, народу, которому вы принадлежите, общероссийский, общесоветский, может быть, какие-то традиции, которые были... Общероссийский, общесоветский, уже никто не отличит одного от другого. В месте, где локации, как сейчас принято называть, где вы живёте, на малой родине, как это принято говорить. По поводу ещё вот таких традиций. Да, сейчас очень принято говорить. Это, кстати, и в советское время началось, да, там, там, приличные люди, там, допустим, в торговле не работают. Ну, торгаш, чего там, да, и так далее. А между тем, ведь были места, понятно, были и описания того, как торгуют в охотных рядах, там, или где-то в Москве и москвичи Геллеровского. С другой стороны, ведь были торговые люди, ну, допустим, те же поморы, которые торговали, которые много и успешно это делали, и при этом были кристально честными людьми. Правда? Ну, да, и самое главное, что это как-то стереотипно, да, торговля и русский народ. И что якобы вот в 19 веке лишь торговля стала приходить. А между тем, если взять поморов, если взять более широко старобрядческую традицию торговли и, честное слово, когда старобрядчики капитал, ну, пусть это немножко романтическими, тоже такими легендами овеянно относительно того, что судном капитала старобрядцы чурались, и вот они якобы только опирались на получение в долг друг у друга, что называется, под честное христианское слово. Вероятно, может быть, на первых этапах и так, потом они все-таки тоже, в частности, Ребушинские же, участвовали в создании банковской системы. Но, тем не менее, в любом случае, вот такая русская традиция торговой, русская традиция свободного человека и мореплавателя, например, да, ушкуйника еще там, новгородского, если брать средневековый, более далекий сюжет, она тоже была. Поэтому вот этот стереотип относительно торговли нечестность или там торговля и рядом с ней где-то дьявол обитает, если говорить более старыми какими-то категориями, то это, конечно, все абсолютный миф для русского севера, это характерно. Более того, собственно, торговля во многом и способствовала, вот вы уже упомянули о поморах, да, и расширению нашего пространства не только в северо-западном регионе и на Белом море, но и землепроходцы. Это ведь в большинстве своем происходили из северных русских губерний, прошагавшие вплоть до Берингового пролива, можно сказать, да, поэтому вот это вот представление о русском северном человеке тоже, наверное, какое-то полузабытое. Мы уж так своими силами, да, пытаемся о них напомнить. Программы у нас были посвящены и поморам, и старобрядцам, но, тем не менее, как-то они не очень и в кинематографе звучат, и вообще в массовом сознании. Русский северный человек, такой мужественный и очень свободный человек, и в чем-то вечевые традиции наследующие, и крепостного права там практически не было. Вот этот образ русского помора, вот русскому казаку в этом смысле, конечно, многократнее повезло, да, в массовой культуре, пусть там как-то может быть и не всегда достоверно, но так или иначе это на слуху. А вот русский помор как-то не стал частью, несмотря на то, что и Федор Абрамов прекрасный нам оставил свои произведения, посвященные Архангельской деревне и так далее. Вот интересное смс-сообщение, кстати, это очень интересное. Константин из Алтайский край написал нам, три года отъездил в стройотряд, очень важная традиция была не начинать есть, пока все не сядут за один стол, и командир не пожелает приятного аппетита. Тем самым вся еда делится на всех и всем достается. Вообще вот эта вот традиция садиться вместе за стол. Я когда попадаю в ситуацию, бывает, да, там, ну, другая традиция у людей, да, вот как-то принято, допустим, иногда, есть каждый, ну, когда захотел, тогда и поверь, я не могу, меня это просто выводит из себя. Не то, что я злюсь, я невозможно, я так воспитывался, Армен, ну, всегда, ну, понятно, там, завтрак он мог делиться, потому что в разное время уходили, обед, понятно, папа и мама всегда проводили. Я бы не стал так очень идеализировать то, что нам рассказал наш радиослушатель, наверное, все-таки это идет больше от того, что посуды в старой деревне не хватало. Моя бабушка, когда ехала со своей бабушкой, то есть это, наверное, какие-нибудь там конец 40-х годов через деревни на рынок, это в глухих вообще районах Рязанской области, пусть мои там косвенные земляки не обижаются, но это очень отдаленные районы Рязанской области на границе с Мордовой. И вот они ехали-ехали, приехали в такую деревню, и там, значит, просто поставили перед ними миску, это уже после коллективизации было, и вот стали они есть. Бабушка не привыкла к этому, вот у них такого не было, и она стала, значит, есть все подряд, что есть в этой миске. Нет, там надо было сначала выхлебать все щи, а потом только постучит ложкой деревянной, в данном случае, старая женщина по этой бадье, и после этого можно было мясо уже собирать, а не просто так вот. Я думаю, что эта традиция все-таки идет в большей степени от крестьянской морали вот такой, и от крестьянского быта. Нет, в данном случае, речь идет о строеотрядах, которые во многом являлись... Я здесь могу поспорить, здесь могу поспорить, ведь и в богатых семьях, где, ну, явно были, не было никаких проблем с ложками, там, поварежками, и вилками, я уж не знаю, но ложки и тарелки были. Но все равно эта традиция была, там, и в какой-то момент все садились вместе за стол, и это было принято. Ну, что-то патриархальное в этом есть, да, безусловно. Это очень правильная, хорошая, очень традиция. Я, кстати, очень жалею, что ее сейчас нет. Вот я никогда не могу привыкнуть к тому, что нынешние званные вечера, когда сбор гостей объявляется, условно, в 18.30, можно приехать в 10, и некоторых еще не будет. Я не могу привыкнуть к фуршетам. Я узкую, начну с этой точки зрения. Вот для меня это, вот, это, это мука. Я со всех фуршетов приезжаю всегда голодный, как зверь. И вообще в какой-то момент перестал, даже когда хорошие люди зазовут, говорят, знаете, я очень занят, не могу. Ну, невозможно, не может моя грузинская душа вынести того, что надо есть стоя. Да я думаю, что и русская моя половина тоже, тоже возмущается в этот момент. Я, кстати, тоже не люблю фуршеты. Не, ну, это есть стоя, ну, это какое-то, как в стойле, честное слово. Это не в традиции. Не наша традиция, это, конечно. Ирина написала из Санкт-Петербурга, тоже не могу не согласиться. Очень жаль, что уходит традиция здороваться с соседями по дому. Вот я здороваюсь. Ну, с теми, кого знаю. Нет, я здороваюсь со всеми. Другое дело, что не всем не отвечают. Это есть. При том, что у меня очень маленький подъезд. Все друг друга точно видят, знают там и так далее. Ну, правда, со временем все стали здороваться. Все-таки я переломил эту ситуацию. Я здороваюсь, сама не здороваюсь, я все равно здороваюсь. Слава богу, теперь есть отношения с частью из подъезда, с ребятами, которыми мы просто подружились и ходим друг к другу в гости даже. И можно зайти и чего-то, как по старой традиции. Но здесь, пока я еще не добился того, что присутствует, конечно, вот в этом братстве соседей, которые есть у старых твилистцев. Я знаю, что и в других городах это присутствует. Кстати, я знаю, что и в Москве до сих пор это существует. Но сейчас в меньшей степени. Потому что в значительной степени, конечно, обновился контингент. Я заметил, что если в подъезде находятся люди, которые готов на себя чуть-чуть взять эту, пойти и поздороваться, собрать кого-то, то я знаю, совсем не маленькие дома. Но, правда, там вот за водилами мои родственники, которые из Грузии в свое время тоже приехали. Это, может быть, в традиции еще тоже делают. Они, значит, собирают на Новый год, на какие-то чуть ли не полподъезда приходят. А это там 14-этажная башня. Огромная. Но это правильно, это здорово. И, кстати, это относится и к безопасности, и к другим вещам. Это не только правильно с точки зрения наших традиций, но это еще и правильно с точки зрения общежития в большом смысле этого слова. Это важно. Это действительно уходит. Кстати, вот в городской традиции все-таки там, допустим, того же Кавказа это остается. В больших городах российских. Ну, квартальная традиция. Квартальная традиция. Как в Грузии говорят, Убани. Называют тот район, где ты живешь. Или махаля, да, восточная туркестанская традиция. Это есть. Там ты знаешь всех. Собственно, я знал всех, кто живет в моем доме. Это там 4 подъезда 4-этажного дома. И на несколько домов влево и вправо. Практически всех знал в лицо. Со всеми, естественно, здоровались. Здесь запрашивали, как дела. А уж своих ровесников там и около этого я знал абсолютно. К сожалению, не могу этим похвастаться. Но вот что-то в этом. Ну, в детстве у меня было что-то подобное. А потом, конечно, 90-е очень сильно размылось. С этой точки зрения. Семьи переезжали с места на место. Очень много стало приезжать в Москву из других городов. И постепенно-постепенно эта традиция, кстати, размывалась. Вот я на самом деле тоскую о тех временах. Было как-то проще. Было душевнее и комфортнее. Ты, заходя в подъезд, знал примерно всех. Всех. А сейчас я регулярно встречаю лица, которых я никогда не видел. И вот здесь вот философский вопрос. Как это в фильме 3 плюс 2. Надо ли здороваться по утрам? Да-да-да. Там было такое. Напомню еще раз. Мы сегодня говорим о традициях разных народов. Народов нашей страны, которые вы помните, которые вам бы хотелось, чтобы остались. Может быть, они ушли, а вам бы хотелось, чтобы они опять вернулись. Пишите нам. Республики Татарстан нам написали. Спасибо вам за поднятие нужной темы. Для людей собираться вокруг еды. Это от религии. Картина с Иисусом и апостолами. Вот об этом я не подумал. Вот, видишь, у нас Руслан написал из Волгоградской области фуршеты. Придумали жадины. Вообще, Руслан, не могу с вами не согласиться. Что-то в этом от какого-то такого... Скупердяйства. Скупердяйства есть, да. Я напомню, что в студии Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Это наш проект «Нацвопрос». Сейчас новости. После новостей вернемся и продолжим. «Нацвопрос». О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем наш разговор. По-прежнему в студии Вести ФМ Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Говорим о традициях, народных традициях разных народов России, которые хотелось бы сохранить. И которые частично вот у нас сохранились, частично, к сожалению. Нет, но хочется поговорить именно о том, что положительного есть. Потому что очень часто почему-то на поверхность всплывает, как известно, не самое лучшее, а негативное. Диана нам из Санкт-Петербурга написала. «Я росла в Узбекистане и сама нападена узбечка. Там ходят поверья. Разбойники перед тем, как напасть, разведывали сколько тандыров в кишлаке. Если один тандыр на всех, значит, люди там дружно живут. А в случае опасности могут дать серьезный отпор нападающим». Вот такая интересная логика. Вот мой тезка написал, что во время приветствия не протягивать руку старшему, пока это не сделает тон. Я вот силю вспомнить, а по этикету как, кстати, правильно? Ну, так и есть, по-моему, да, старший первый протягивает. Потому что я с Рим первым протягиваю, не дожидаясь там и не обращаясь внимания. В последнее время, да, с рукопожатием целая такая эволюция произошла. Я стал замечать, что у восточных народов возникла такая традиция брать в руку, руку своего собеседника. Или хватать, можно сказать. Да, ее как-то не пожимать, а вот прямо брать, собственно говоря, в руку. И вот как-то тем самым проявлять уважение. Причем иногда и от младшего к старшему. Я тоже такое замечал. Ну, я смотрю, что в Москве сейчас у молодежи еще модно локоть к локтю здороваться. Они рассказывают, что это такая древнеславянская традиция о том, что у тебя чистые руки, то есть ты не таишь никакой опасности. Но я олдскульный человек. Ну, изначально, насколько я знаю, вообще, в принципе, рукопожатие примерно это значило. Ну, уж, видимо, кто куда прятал. Ну, это, видимо, уже эпоха викингов. Да, из Татарстана. СМС-сообщение интересное. У нас принято женщинам носить платки на кухне, за столом и везде. И это кому-то не нравится. Мы живем в многонациональной стране, нужно уважать друг друга. Ну, кстати, платки на кухне у меня бабушка, мама... Причем не в Татарстане. Да, не в Татарстане абсолютно. Вообще считалось, ну, как бы не покрыв головы, готовить... Готовить, да. В общем, нельзя. Даже из каких-то гигиенических. Да, хорошая традиция, которая имеет действительные объяснения. Знаете, есть еще одна традиция, на мой взгляд. Это такая она очень важная в жизни. К сожалению, тоже не везде уже встречающаяся. Просто знаю про Кавказ. Могу сейчас кого-то, чтобы не обидеть, скажу просто про тот регион, который знаю. Очень редко встречаются дети-сироты. Потому что принято их забирать родственникам. Я знаю, и не только я знаю, но и многие мои друзья. Вот Дима Куликов, в частности, который работал в спитаке после землетрясения страшного в стройотряде. В стройотряде из ТФАКа МГУ. И я знаю просто от своих друзей, от родственников моих близких, которые погибли там. Даже после этого страшного землетрясения не осталось детей, которые были лишены заботы родственников. Я знаю там историю, которая, например, кинематографичная. Людей, они по национальности армяне, но жили в Москве. Они были бездетные, они решили поехать и таким образом помочь, взять ребенка. Или, может быть, нескольких на воспитание, усыновить или просто взять под опеку. Но ни одного ребенка родственники не отдали. Несмотря на то, что сложнейшая, понятно, экономическая ситуация. И люди пострадали, и лечились кровом ноги. Но все равно, это, конечно, традиция, которой можно только восхищаться. Которую не грех и заимствовать, на самом деле. Я, кстати, интересовался этим вопросом. Почему? Ну вот в формате, условно, даже не советской власти, а Российской империи. Вот почему, когда происходил голод, условно, в 19 веке, у нас не работала вот эта вот система? И ни один автор так в результате ничего подобного и не описал. Да, целому Льву Толстому приходилось там от голода спасать своих односельчан. Между тем, многие, даже и помещики, жившие в Тульской губернии, не откликались на его призывы. Больше того, еще открыто насмехались, если так совсем честно сказать. Над чудаком Львом Николаевичем. Что же он так? Андрей из Санкт-Петербурга на смс-портал. Со старшими только двумя руками здороваемся. Одно и неприлично. Андрей из Санкт-Петербурга, но он в СКЧР написал. Это Карачаево-Черкесель, наверное, на май. Такая традиция, да. Людмила из Санкт-Петербурга. Еще перед едой все молились. И старший богословил трапезу. Ну, люди религиозные, безусловно. Ну, да. Правда, в 20-х годах эту традицию стали благополучно разрушать. И потом она стала возвращаться уже после тысячелетия крещения Руси. Но она, конечно, не массовая сейчас. Это уже во многом зависит непосредственно от семей. Семьи воцерковленные, конечно же, эту традицию у себя возрождают. Катерина из Санкт-Петербурга. Пройти 9 мая в бессмертном полку для меня уже традиции. Катерина, я надеюсь, что действительно для многих это стали традицией. Да, или уже является традицией. Это вот тот случай, когда, конечно, ну, просто попали в яблочко. Когда попали вот в тут. Ну, мы много обсуждали этого в эфире. Мы много говорили об этом. Да, это действительно. Я здесь, Катя, с вами абсолютно согласен. Спасибо, что написали. Головные уборы на кухне положены по Санкт-Петербургам. Если что. Ну, мы об этом сказали. Да, мы же об этом сказали. Есть, ведь тоже мы говорили о других еще традициях. Таких более, ну, что ли, мировоззренческих. Когда делали программы «Народы России» с Маратом Сафаровым. Очень. И отмечали очень у многих, допустим, финно-угорских народов. Невероятно такое. Я бы не хочу говорить слово «толерантность», потому что это не толерантность. А вот именно терпимость и благожелательность. Открытость, помощь. Открытость, да. Да, но это точно не толерантность. Толерантность – это соглашательство совсем. Да, потому что соглашательства действительно здесь не было совсем. Более того, переселенцы, продвигавшиеся и в Повожевте, пространства, где финно-угорские народы у нас традиционно много веков жили и живут, или на северо-запад России, они сталкивались, вот как специалисты называют это, с этнографическим комплексом в целом. И понимая, что он для этих природных условий, для этого быта оптимален, русские люди перенимали это, в свою очередь, ну так скажем, делясь финно-уграми многими традициями более такого развитого земледелия или животноводства и так далее. Вот такое взаимопроникновение происходило бесконфликтное вообще. То есть вот даже если воспаленными мозгами представить себе хотя бы один конфликт между славянским и финно-угорским населением на протяжении, ну хотя бы как минимум тысячи лет, практически ничего и придумать-то нельзя. Бывали различные земельные споры, но они никогда не носили межнациональный характер, они носили характер, может быть, даже искусственно подогреваемый, допустим, здесь какие-то могут быть такие, возвращаясь к классовой борьбе, да, к тому, что определенные какие-то силы хотели, чтобы крестьяне между собой там, значит, и в 19 веке особенно, когда межевание земли стало происходить. Но в принципе этого не было. И вот этот уникальный опыт, когда это проникновение происходило, но при этом финно-угорские народы не ассимилировались, они сохранились, и мы знаем о развитии их культуры, о том, что у них существуют и развиваются языки, и не просто в какой-то такой архаичной форме, но и в форме современной литературы и так далее. Это вот тот уникальный опыт, которого, наверное, очень мало где можно такой опыт еще увидеть. И вот у нас была программа в прошлом году, у нас в вопросе мы обсуждали, и сравнивали это с колонизацией в Северной и Латинской Америке, ну, преимущественно в Северной, где, к сожалению, этого нет, причем сходные практически исторические условия были, собственно говоря, даже, ну, я бы не сказал, что те же самые народы, да, но, тем не менее, очень похоже. Но, к сожалению, этого не произошло, и никаких резерваций у финно-угорф никогда не было в нашей стране. Никогда. Если мы возьмем, допустим, губернии... Резервации не было, да. И поэтому вот и путешественники говорили о крепких и богатых хозяйствах, и мордовских, и карельских, в Оланецкой губернии, например. Вот. И распространение христианства так шло. И даже интересно, что многие финно-угры вот так причудливо повторяли судьбу русского народа, допустим, в программе, посвященной Коми-Пермикаму, упоминали о том, что у них распространилось старобрядчество. То есть, они настолько уже сжились с русским народом, что все его, так скажем, да, витиеватости исторические какие-то, они тоже перенимали. Вот это, наверное, такой, ну, один из классических таких грандиозных опытов и примеров жизни межнациональных отношений. Ну, еще из СМС-портала. Руслан написал, хорошая традиция оставлять на рыбалке и охоте продукты в домиках. Соль, макарон, пушенка, спички. Кстати, это... Ну, признавайся, ты оставляешь? Оставляй, конечно, когда это касается, ну, вот то, что называется охотничий домик или рыбалка, он иногда кому-то и принадлежит, но такой временный, да, там... Ну, все в этой жизни временно, знаешь, в том числе охотничий домик. Ну, допустим, в Сибири есть охотничьи домики, которые ставят промысловики, да, они на своем участке, огромные участки, там, ну, несколько, там, сотен квадратных километров, а иногда тысяч, да, которые они обходят, путики так называемые. То есть ему, там, в день перехода надо там из одного места попасть в другое, при минус 40, там, понимаешь, да? Ну, вот недавно совсем, да, Михаил Барынин, наш гость, нам рассказывал именно об этих домиках. Там их просто не выживай. Да, ты просто приходишь туда, да, и там может оказаться человек, и всегда там есть запас хлеба, там, спички, макароны, ну, то, что не портится, естественно. И люди могут этим воспользоваться. Другое дело, что хорошо бы, если ты приходишь, и у тебя есть что-то, оставить и другим, да. Высполнять запас. Это такой закон, да, это многие, кто путешествует вот так, они знают эти законы, и, конечно же, он идет по народной традиции. Он идет и от охотников, и многих коренных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и так далее. Это оттуда идет, безусловно. Тоже народная традиция. Я думаю, что можно еще в качестве такой... Обязательно это сделаем, но сначала узнаем погоду и новости. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Нацвопрос». Говорим сегодня о народных традициях, без которых жить не так хорошо, не так интересно. И вообще надо бы сохранить. Я вас прервал, Марат. Про атолычество я хотел рассказать, да, и кому-то напомнить, может быть. Ну, народам Северного Кавказа это общеизвестно. Очень хорошая традиция, причем древняя, еще в 1502 году. Такой итальянский путешественник, венецианец Джорджо Интериано отмечал о том, что у черкесов такая традиция, такой обычай даже скорее существует. Когда, причем обычаи во многом способствовавшие и межнациональному согласию миру и тому, чтобы в различных таких земельных конфликтах народы понимали свое родство. Заключалось все в том, что, ну, это ата, отец, слово которое встречается во всех тюркских языках и в адыгском, насколько я понимаю, даже, хотя адыгский не тюркский язык. Так вот, это передача ребенка, обычно такого еще не достигшего подросткового возраста, в семью другого человека. Часто эта семья могла быть ниже несколько по своему социальному статусу, в этом есть какая-то такая феодальная тоже лестница и иерархия. И дальше он в течение нескольких лет находился, этот ребенок, мальчик в семье другой, часто этнически другой. И приходил оттуда уже со знанием языка, менталитет, он возвращался в свою семью, он не принимал, что называется, веру или какую-то этническую идентификацию другого народа, он возвращался к себе домой, но уже с иным каким-то опытом. И впоследствии, когда могли возникнуть конфликты, он понимал эту обстановку, эту среду лучше остальных. И это было очень распространено, особенно у народов, которые, еще раз повторюсь, были в земельной некоторой противоречивости, например. Тюрки, Северного Кавказа, и Черкеса, и Свана, и Афгаза. Трудно воспроизводимая сейчас, мне кажется. Трудно воспроизводимая сейчас, но замечательная, по-моему, традиция, которая фактически делала их родственниками. Ну, понятно, что к отолычеству очень близко к уначеству, и, в общем, они так перетекают друг от друга, но отолычество, конечно, наиболее крепко, это практически кровный родство. Вот, кстати, куначество, побратимы, которые были, ну, вообще, такой институт дружбы мужской. Мне кажется, что тоже традиции, которые в какой-то степени утеряны. Очень жаль, потому что для многих народов, вот некоторые могут представить себе, что это только между кавказскими народами. Между тем, это опыт взаимодействия кавказских народов и терских казаков, например. И для 90-х тех же годов, когда отношение во многих наших республиках Северного Кавказа местного населения, русскоязычного населения было очень сложным, наверное, вот эти традиции были бы очень правильны и восстановимы. К сожалению, они тогда, насколько я понимаю, не восстановились. Но больше того, они сегодня еще до конца не восстановлены. Хотя там делаются, конечно, серьезные усилия по этому поводу. Надо понимать, что по щелчку пальцев эта история работать не будет. Если там десятилетиями все размывалось и отрицалось, у нас же, в чем трагизм любой революционной ситуации, у нас весь опыт, накопленный поколениями, объявляется вредным и вздорным сразу. А потом появляется представление, что без него тоже никак. Его надо каким-то образом возвращать. Но пройдет время, надеюсь, что эти хорошие традиции вернутся. Я надеюсь, что они в какой-то степени все-таки и возвращаются тоже. И сейчас наша программа, это точно попытка напомнить и себе, и нашим слушателям о том, что хорошего вот в таких народных, в традициях, которые идут от народа. Ведь, ну, вот мы сказали о дружбе, о гостеприимстве. Ведь во всех абсолютно, у всех народов, которые населяют нашу большую прекрасную многонациональную страну, есть свои традиции. Они по-разному. У некоторых народов гипертрофированные, я бы даже сказал. Потому что попасть под это гостеприимство иногда, знаю, просто на своей шкуре. Я попал под гостеприимство в Тбилиси, и свежесть этого чувства жива во мне до сих пор. Да, ну вот я попадаю, в Тбилиси мне все-таки удается отбиться, все-таки я там, ну, почти не гость, можно сказать. А вот если я попадаю в Эмеретью, да, откуда мои родственники, грузинские корни, там, это рядом с городом Чиатура, такой небольшой городок, недалеко от Кутаиси, там, в горах, и особенно в села, которые находятся совсем в горах там, это вот, это испытание, конечно, очень серьезное во всех смыслах. Вот, но действительно, если возвращаться к тому, что, ну, нет народа. Как непочитающего старших, так и непочитающего гостей. Гостей, да. Другое дело, что тоже, конечно, уходит во многом там, и особенно то, что касается города, городских, да, мы перестали ходить друг к другу в гости, ну, многие, и я продолжаю это делать, и ко мне приходят. Слушай, ну, это еще в 1979 году в Иронии Судьбы обсуждалось, да, что мы перестали петь романсы, любимые женщины, ходить в гости. Ну, романсы, да, но все-таки, видишь, еще в Новый год ходили друг к другу в гости. Вот, сейчас все больше, да, там, для встреч это рестораны, ну, тоже понятно, так удобно, не надо готовить, там, потом мыть эту посуду, хотя сейчас все есть, да, можно и почти готовые купить, и посудомойки, которые легко... Но теряется шарм и колорит праздника семейного. Конечно, конечно, я вообще люблю эти сборы, даже если это не по праздникам, да, там, собрать друзей, посидеть, там, поговорить, поболтать, я очень люблю. Я не очень люблю огромные компании, знаешь, большие, там, когда больше, там, уже 20-30 человек, ну, ты просто не успеваешь не поговорить, и особенно, если за одним столом ты разговариваешь тот, кто напротив, и кто слева и справа, и все. А вот, там, компании 10 человек, я очень люблю, я очень люблю встречаться с друзьями такими компаниями, всегда стараемся это делать. Мне кажется, что гостеприимство, это точно черта наших народов, и это точно черта тех людей, которые жили. Как бы мы небогато жили, я помню, гениальный, абсолютно не могу удержаться, рассказы, наши знакомые одни, московская семья, очень хлебосольная, потрясающая в этом смысле, гостеприимная, значит, встречала своих английских друзей, которые из Англии прилетели, и, значит, стол, пирожки, не знаю, там, разносолы всякие, домашние, гусь какой-то запеченный английский, эти друзья, ели от души, значит, все нахваливали, потом принимали у себя в Англии. Там, значит, какой-то фарфор 200-летний, там, и все такое, и, значит, кусочки аккуратно напиленные какого-то, значит, лосося там, это все, ну, посмотрели на это. Ну, ладно, в следующий раз, значит, эти опять британцы приезжают, да, им накрывают стол, значит, кладут очень красивый кузнецовский фарфор по случаю одолженный у других, там, все так же сервировано, и, значит, и им объявляется. А сегодня у нас в английском стиле прием. У этих куксятся лица, значит, они смотрят на эти кусочки осетрины, тоже порезанные, они где-то сидят полчаса, все как-то грустно, после чего они говорят, ну, все, английская часть закончилась, начинается русская, и обратно все разносолы. Ну, конечно, британцы поняли иронию, не дураки, но посмеялись, но, думаю, вряд ли что-то изменилось в их мироощущении. Ну, у московской интеллигенции еще в 80-х годах была жива эта поговорка, не знаю, сейчас, наверное, уже ее нету, что мы люди скромные, но чай с сушками в нашем доме всегда есть. При этом под сушками могло подразумеваться что угодно, там от осетрины до, условно, шашлыка. Это сушки подразумевали просто не некое дополнение к чаю, при том, что под самим чаем тоже могло подразумеваться что угодно, кроме него. Традицию мне просят, на это мои братья-рыбаки, хорошая традиция забирать с собой мусор с берега. У нас на Нижней Болге с этим беда, Руслан пишет из Болгородской области, да, Руслан, согласен, не только у вас беда. Честно говоря, вот сколько раз призывали мы в разных своих программах, это все-таки беречь природу, ну неужели трудно собрать это все и увезти с собой. Конечно, иногда в лес просто в подмосковную войти невозможно, честное слово, я не понимаю этих людей. Не, ну сейчас попроще, я вспоминаю, что было 20 лет назад, извините, сейчас просто эталонная чистота. Сейчас проще, потому что власти занимаются этим. Это правда. Понимаешь, подмосковные власти действительно серьезно этим озаботились и это делают. Но все равно находятся люди, ну это видно прямо на глазах. Кстати, вот все выступают там против платников, да, там водоемов платных в Подмосковье, где рыбу можно ловить. Хотя бы там можно сидеть. На том пруду, на который подойти невозможно было из-за грязи, теперь там хотя бы чисто. Хотя бы за это мы можем заплатить, а если сами не можем организоваться. Много прислали нам СМС-сообщений, к сожалению, не все смогу огласить, потому как заканчивается время. Александр Стольятин написал, Армен прав, в СССР всех знали в своих домах, а сейчас в железной двери. Да дело не в двери. Можно и за железной дверью знать, кто живет. В Молдавии есть традиция, вместо воды пить вино. Вот такая традиция. Но это, вы знаете... Ну это, по-моему, скорее ирония очень большая. Я просто сколько раз был в Молдавии, пока меня оттуда не выгнали, не сделав персонал наград. И что-то я не видел, чтобы там все поголовно пили вино. Да это так же, как про Грузию. Говорят все, вот прям все вино пьют. Да ничего подобного. Да ничего подобного. Конечно, есть традиция, связанная с виноградовством, с виноделием. Она абсолютно народная и идет. И просто из тысячелетий история насчитывает виноградовство. Поэтому, безусловно, с этим связано. Не думаю, что сейчас надо распространять весь этот опыт. Но сохранить хотелось бы, честно говоря. Ну что ж, все, спасибо, друзья. Нацвопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.